Так, запись у нас пошла, и можно начинать. Ну, давайте, посмотрели уже, да, что есть виртуальная лаборатория. Возможно, тут уже даже запустил какой-то свой домосайт. У меня уже стоит такой домосайт, вот так вот он называется, bx-em.ru. Можете правильно тоже заходить на него, совершать какие-то действия, какие-то товары класть в корзину, оформлять заказы. Ну, все для того, чтобы посмотреть, как выглядит типичный интернет-магазин, сделанный на битриксе, да. Естественно, что здесь мы увидим. Логотип, контактные данные, каталог товаров, поиск, причем это умный поиск, да, если я сейчас начну набирать там тапки. Он мне сразу, да, тапочки, не тапки, тапочки, он мне сразу показывает товары, который содержит тап, раздел, который содержит тап, кнопки соцсети. Здесь, конечно, баннер крутится, который, возможность подписаться на рассылку. Мы сегодня чуть-чуть коснемся про рассылку, но на самом деле послезавтра у нас будет отдельный большой вебинар по настройке e-mail рассылки в битриксе и по настройке триггерных рассылок. Интересная штука, мы сегодня вкратце только про это. Дальше у нас, ну, конечно, какие-то товары, да, там самые популярные тренды сезона. Сразу отсюда можем эти товары купить. Блок новостей, небольшой опять баннер, да, какой-то, опять кнопка соцсетей, ну, и так называемый подвал, где все это тестируется. Давайте перейдем сейчас, купим в карточку товара. Нет, давайте сначала в раздел какой-то, в раздел, ну, например, футболки. Перешли в разделы, что мы здесь видим? Ну, некоторые товары у нас такими, да, как новиночки продаются. Тут и самый интересный инструмент, наверное, это такой умный фильтр, который позволяет по каким-то определенным параметрам показывать те или иные товары. Ну, например, товары до 821 рубля. Вот, пожалуйста, у нас эти товары. Сразу блок лидера продаж, персональные рекомендации, ну, тоже чуть сегодня побольше расскажу про это. И давайте, наверное, перейдем уже как раз в карточку товара. По сути, карточка товара, вот как раз то место вашего интернет-магазина должно быть, где максимум информации о товаре пользователь может получить. И описание, и какие-то отзывы, комментарии, там, наличие на складах, опять персональные рекомендации у нас здесь появились. И все-все-все остальное, для чего это надо. Часто бывает такой сценарий, да, когда где-то какой-то товар там увидел человек, запомнил его, записал, например, в магазине или где-то, не знаю, в рекламе увидел. И ему хочется как можно больше информации об этом товаре получить. Естественно, эту информацию он будет искать в интернете, попадет на ваш интернет-магазин, возможно, не на ваш, на интернет-магазин конкурента. Но в любом случае в карточке товара должно быть как можно больше информации, чтобы человек мог принять нужное и вам, и ему решение, и этот товар приобрести, чтобы у него вопросов не осталось. Ну или если остались вопросы, то он смог бы обратиться в вашу компанию за какими-то консультациями. Давайте сейчас положим корзину, несколько этих товаров. Вот. И мы попали с вами уже в раздел «Корзина». Это тот раздел, где наш посетитель будет принимать уже решение, платить ему деньги или не платить. Естественно, у него должна быть возможность, если что, какой-то товар там отложить. Я до этого показывал интернет-магазин, он отложил товар «Нижнее белье», «Розовое смущение». Не стал его сразу покупать по какой-то причине. Вот. Естественно, так как в этом разделе человек у нас делает окончательное решение, мы должны ему дать возможность изменить какие-то свойства товара, да, если мы это даем. Ну, свойства торгового предложения, так называемые. Цвет, например, или размер одного и того же товара. Если мы предоставляем какой-то купон скидки, тоже прямо тут в корзине он может этот купон скидки применить. Мы сегодня создадим с вами такие купончики, посмотрим, как это работает. Ну и тоже, да, один из маркетных инструментов, например, это возможность приобрести какой-то товар в подарок. Ну, что там в подарок, давайте там, не знаю, ремень выберем. Хорошо. У нас, да, этот ремень, он стоит 730 рублей, но так мы его даем в подарок, то он у нас со скидкой там 100% получается. Я перехожу в раздел «Оформление заказа». У меня уже были заказы в этом интернет-магазине, поэтому все данные автоматически здесь проставились обо мне, да, там адрес и прочее-прочее. Уже показан, да, регион доставки, что я как физлицо буду платить. Доставку выбираю, например, доставку курьером, либо самовывоз, либо какие-то другие могут быть способы доставки. Их много, они подключаются. Достаточно просто. Опять же, если у нас какой-то купон на доставку есть, мы можем указать это. Выбираем нужный способ оплаты, ну, пускай будет, не знаю, квитанция Сбербанка, например. На самом деле есть много разных возможностей оплачивать через какие-то банковскими картами, через терминалы «Яндекс.Деньги» и другие платежные системы. Достаточно просто подключаются. Ну, на других вебинарах мы настройку этого показывали. Если интересно, могу сегодня тоже показать, где это делается. Пишите тогда в комментариях, там в разделе «Questions». Тоже постараюсь не обойти страны. Так, выбрали удобный нам способ оплаты. И покупатель. Так, тут данные мои заполнены. Тут еще не вводил я свой телефон. И, например, «Москва». Оставляю эти данные. Если необходимо, какой-то комментарий могу написать, например, «Не звонить после 18.00». И оформлю сейчас заказ. Все, у меня заказ этот сформирован. Я могу его оплатить. Вот здесь у меня... Давайте перейду в персональный раздел сайта. Вот тут у меня ссылочка. «Оплатить заказ». Да, распечатается такая квитанция, заполненная уже. Ну, у меня есть такой демонстрационный магазин. Там эти данные не введены никакие. Я всегда к этому заказу могу вернуться в своем личном кабинете. Посмотреть, что у меня с этим заказом происходит. Так, это какой-то старый. Текущий заказ. Вот этот заказ. Вот 22.11. Заказ номер 12. Два товара. Могу его опять оплатить, повторить. Или посмотреть какие-то подробности об этом заказе. Так, ну, с точки зрения пользователя, мы с вами сайт посмотрели. Давайте теперь перейдем в админку. Когда я авторизуюсь на сайте, у меня открывается вот такая вот административная панель. Я могу здесь делать какие-то действия. Создавать страницы, изменять страницы, менять структуру меню и проще. Ну, наверное, самый интересный здесь режим – это режим правки. Вот он таким образом включается. И мы можем взять и навести курсор на какой-то товар, например, или на какой-то раздел. Давайте на товар, наверное, поинтереснее, например. И редактировать этот товар. Изменить название, изменить стоимость. Какое-то SEO-описание поменять, если нам необходимо это. Изменить раздел, в котором данный товар лежит. Ну, и так далее. В принципе, все операции, которые нам доступны с товаром, они доступны, можно сказать, прямо с админки. Совсем другое дело – это режим администрирования. Так вот он выглядит. Что мы здесь имеем? Ну, рабочий стол, скажем так, то место, куда можно выводить такие специальные гаджеты, виджеты, чтобы быть в курсе по статистике, например, по продажам, по заказам, по статистике посещения вашего сайта и так далее. Ну, и плюс какие-то там инструменты, типа сканера безопасности, скорость сайта. У меня почему-то не быстро сайт работает. Надо где-то настройки подкручивать. Что-то я здесь наворотил. И прочее, прочее. Ну, и здесь, наверное, самый удобный инструментарий – это вот раздел «Избранная», потому что, смотрите, пунктов, с которыми вам придется работать, их много. Ну, и структура сайта, и какие-то маркетинговые инструменты. Опять же, не все, потому что наверняка вы со всеми абсолютно не будете работать. Будете работать с теми, которые вот конкретно в вашем случае подойдут для вашего бизнеса, будут у вас работать. Там информация о заказах, отчеты. В принципе, все, чем вы будете пользоваться, можно брать, например, если хотите, заказы. Сюда хлоп, добавили «Вызбранная», отчеты. Опять же, да, вот так вот, хлоп, «Вызбранная». Мастер-магазин, например, хлоп, тоже «Вызбранная». И у вас на рабочем столе хлоп, здесь все это уже появилось. То есть все находится в одном месте, отчеты еще не сформированы. Ага. Ошибка у меня какая-то вылезла. Так, ну, вот, например, интересная штука, да, «Мастер-магазин». По сути, если вы только открываете свой интернет-магазин, сами, например, собираетесь заниматься его настройкой и оптимизацией, то здесь прямо в виде пошагового руководства собраны все те действия, которые вы должны сделать для того, чтобы ваш интернет-магазин грамотно работает. Основные настройки, да, настраивайте какие-то там единицы измерений, валюты, тип плательщиков и так далее. Ввод товаров, интеграция с 1С, если вы интегрируете с 1С, да, кто-то, может быть, не будет интегрироваться, каким-то другим учетом будет интегрироваться. Основная SEO-настройка и так далее. После того, как запустились, уже магазин открыт для повседневной работы. Что надо сделать? Ну, открытие магазина сделали уже, да. Адаптивный дизайн проверили. Вот этот шаблон как раз адаптивный. Я сейчас еще чуть-чуть про это поговорю поподробнее. Ну и так далее. Все действия делайте попутно. Открываете, например, смотрите задание какое, изучаете это. Если необходимо, есть документация по каждому разделу. И все это тут будет доступно. Так, давайте, наверное, посмотрю сейчас, есть ли какие-то вопросики возникли. Так, пока вижу, вопросов нет. Пока одни плюсы. Ну, пожалуйста, если будут вопросы, не стесняйтесь их писать. Сюда вот, в раздел questions. Обязательно на них постараюсь на все ответить. Интеграция с 1С с семеркой, возможно, спрашивают ли. Вы знаете, есть модуль старый для интеграции с семеркой, но почти, ну, большинство людей все-таки перешли уже на восьмерку. Как создаются торговые предложения? Покажете? Ну, давайте в конце покажу без проблем. Ну, как бы здесь ничего сложного нет. У нас специально есть даже инструмент для генерации таких торговых предложений. Пока сейчас расскажу про другие вещи. Покажу пока. Ну, не буду касаться, да, сегодня немножко не та тема. Мы не будем, наверное, смотреть с вами заказы, там, как склад формируется и так далее. У нас сегодня... У нас для этого есть другие вебинары, более подробные. Есть видеозаписи этих вебинаров на нашем канале в YouTube. Мы сегодня поговорим немножечко про маркетинговые инструменты. Ну, например, такие инструменты, как пульс конверсии, бизнес-модель, интернет-магазин, АБ-тестирование. Я, пожалуй, покажу это все на презентации. У меня там уже есть готовые слайды. У меня есть готовые слайды, а здесь, к сожалению, здесь вот. Так как это пустой интернет-магазин, там никаких данных нет. Немножко сложно будет показывать. Я немножко с чего хотел бы начать. Рассказать вообще про конверсию. Что такое конверсия? По сути, это один из самых важных показателей прибыльности и конкурентоспособности вашего интернет-магазина. Смотрите. Допустим, к вам на сайт зашла тысяча посетителей. Из этой тысячи посетителей 10 человек оформили и оплатили заказ. В данном случае конверсия составит 1%. Если же на такой же магазин зашли, например, к конкуренту, у него тоже магазин, схожий с вами тематики, к нему из тысячи посетителей 30 человек сделали и оплатили заказ. То конверсия у него 3%. Это значит, что его интернет-магазин работает эффективнее, чем ваш. Потому что у него больше людей покупают. Для того, чтобы следить за этой конверсией и уметь как-то работать с ней, есть несколько инструментов. В Битриксе первый инструмент – это так называемый пульс конверсии, который прямо в режиме реального времени показывает конверсию вашего сайта по разным каналам привлечения трафика, по разным типам устройств и за определенный период времени. Почему важно смотреть по разным каналам привлечения трафика? Потому что вы будете понимать, какой канал привлечения трафика больше приносит вам денег и в какой лучше вкладываться для того, чтобы люди к вам шли. Почему важно смотреть конверсию для разных типов устройств? Сейчас все больше и больше людей используют мобильные устройства для выхода в интернет. Соответственно, и оформляют заказы, и покупают, совершают платежи через смартфон, через планшеты. Не так давно, по-моему, компания Google объявила, что запросы, поисковые запросы, уже больше поисковых запросов идет именно с мобильных устройств, чем с простых десктоп-компьютеров. Поэтому важно, чтобы ваш сайт был удобен для мобильных устройств, в том числе, чтобы он был адаптивным. Если у кого есть под рукой смартфон или мобильный телефон, вы можете параллельно, пока я рассказываю, открыть сайт bx.ru и посмотреть, как он выглядит на мобильном устройстве. Вы увидите, что он немножечко изменился, что с ним уже удобнее работать не мышкой, не курсором, перемещаться по нему, открывать какие-то разделы и совершать какие-то действия, а одним пальцем. У него немножечко поменялась структура. Это все произошло автоматически. И вот как раз такая штука и называется адаптивный дизайн. Когда верстка вашего магазина, вашего сайта автоматически подстраивается под то устройство, на которое оно просматривается. Вы знаете, я вам уже рассказал. Давайте посмотрим как раз про пульс конверсии, как он выглядит. Как раз мы видим, что у нас есть такая шкала. Вот она. 0% это плохо. 2,4% это на самом деле отлично. На самом деле 1,4% это средняя конверсия в российских интернет-магазинах. По-моему, 1,4%. Может там плюс-минус 10. По-моему, 1,4%. Поэтому если конверсия вашего интернет-магазина составляет что-то около 1-2%, это на самом деле очень неплохие показатели. Так, мы видим источники, с которыми заходили. Причем по каждому источнику мы можем посмотреть конверсию конкретно по источнику трафика. Здесь мы видим, что по рекламе у нас самая большая конверсия. После того, как мы сумели измерить конверсию, мы можем предположить, какие действия нам надо сделать для того, чтобы эту конверсию увеличить. И просчитать, что будет с конверсией и с деньгами нашего интернет-магазина. Если мы, например, увеличим средний чек или если немножечко там на рекламу больше денег убухаем и так далее. Многие владельцы интернет-магазинов делают эти расчеты где-то в Excel. Мы сделали такой инструмент, который называется бизнес-модель интернет-магазина, который берет данные прямо с вашего сайта и позволяет эти данные немножечко покрутить, повредить и посмотреть, что будет, если те или иные параметры будем изменять. Давайте, например, у нас есть интернет-магазин, у нас есть рекламный бюджет в 100 тысяч рублей, есть какие-то прочие расходы в 35 тысяч рублей, цена за переход 5 рублей, у нас конверсия 0,5% и средний чек 1385 рублей. Сделаем небольшое изменение, сделаем рекламный бюджет побольше, что у нас сразу, хлоп, при всех прочих условиях у нас, естественно, выручек будет побольше, но все равно не такая большая. А вдруг у нас так получится, что цена за переход вырастет с 5 до 7 рублей. Смотрите, мы сразу же уйдем в убыток, мы деньги начнем терять уже, минус 6 310 рублей. Если при этих же параметрах мы увеличим конверсию всего лишь на 0,1%, сразу у нас мы вошли в плюс, 20 420 рублей. Если мы, используя какие-то действия маркетингового инструмента на нашем сайте, например, скидки или рассылки, сможем увеличить конверсию до 2,4%, то, смотрите, уже 783 710 рублей сможем заработать. Уже гораздо приятнее цифра. А если при этом еще и средний чек увеличим на 1000 рублей, то уже полтора миллиона практически. Ну вот. То есть мы теперь умеем спрогнозировать конверсию. И вот такой у меня есть тоже интересный инструмент, как АБ-тестирование. Давайте попробуем на примере показать. Смотрите, компания Build.com поставила перед собой задачу. Ну, была такая гипотеза у владельцев интернет-магазина, что людям проще будет ориентироваться при покупке... Компания занимается разными строительными материалами, да, то, что там Leroy Merlin и прочие магазины, да, большие строительные предлагают, там, Ikea и все такое. Что пользователям будет проще ориентироваться, если они будут видеть иконки продуктов, иконки разделов, в которых смогут подбирать те или иные продукты. То есть раньше сайт выглядел вот так, как слева, да, когда были просто названия, была гипотеза, что давайте вот добавим иконки, у нас это увеличит конверсию. Добавили иконку. И после этого запустили, грубо говоря, половине пользователей показывали раздел старый, а половине пользователей показывали раздел новый. Ну и давайте вы в комментариях мне напишите, как вы считаете, какая версия будет с более высокой конверсией. Та, которая на голубом фоне таком или которая на оранжевом фоне. Давайте проверим. Оранжевый. Справа лучше оранжевый. Правая. На оранжевом. Смотрите, никто не пишет, что на голубом. Я сейчас покажу, где инструменты. Вот тот, кто писал синий. Вот на самом деле тот, кто написал синий, они, вы правы, потому что запустили такое АБ-тестирование, посмотрели и выяснилось, что гипотеза эта не работает. Люди, может быть, больше переходят, но покупают больше. Конверсия из посетителей в покупателей больше у левой версии, там, где этих иконок нет. Не знаю, с чем это связано, потому что я тоже, наверное, проголосовал бы за оранжевую. Однако посетители и рынок голосовали деньгами, ну, не рублем, наверное, долларами, но проголосовали за старую, за левую версию. Вот. И я рассказываю, да, про все эти инструменты, вот вы спрашиваете, где они находятся. Давайте посмотрим с вами. Смотрите, у вас в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес» слева должен быть такой вот пункт меню «Маркетинг». Пишут, уже вижу, что нет такого инструмента. На самом деле, почему это может быть? В первую очередь, возможно, вы давно не обновлялись. Если вы давно не обновлялись, то переходите в раздел «Маркетплейс», «Обновление платформы» и обновляйтесь. Другой вариант, почему этого может не быть, заходите в раздел «Настройки», «Настройки продукта», «Модули». Возможно, вы обновились, но не установили новый модуль. Если не установили, да, вот так же у вас будет как тут установить. Надо будет установить этот модуль, и все обязательно у вас появится. Но только в редакциях «Малый бизнес» и «Бизнес». Теперь, где находятся эти инструменты? Раздел «Маркетинг», «Бульс конверсии», «Бизнес моделин интернет-магазина», «АБ-тестирование». Давайте даже сейчас с вами запустим такое «АБ-тестирование». Я открою сейчас свой интернет-магазин «BXM.ru», да, и давайте попробую изменить эту страницу в панели управления. Я сейчас создам копию. Я попаду в панель управления. Так, пойду сюда в раздел «Файлы и папки». Найду, вот она, мой индекс PHP. Я сейчас создам копию. Так, я создал, создаю, да, копию. Спросили пользователя. Хорошо, да, я переименую. Индекс 1, сейчас еще изменю, пускай будет просто, да, называться индекс 2.php. Сохраняю. Так, и давайте теперь эту страничку мы откроем. Сейчас я поясню все свои действия. Допустим, у меня возникла такая гипотеза, что лучше конверсия у меня будет без вот этого баннера. Что я для этого... Я показываю простейший пример, вот, грубо говоря, с бухты Барарта, да, такой. Что я сейчас сделаю? Я создал страничку индекс 2.php. Так, вот это все здесь. Концовочку я сейчас удалю. Открою индекс 2.php. И изменю эту страницу. Что я сделаю? Я сейчас этот баннер удалю. Вот у меня этот баннер, компонент баннера. Я его удаляю. У меня эта страничка все, индекс 2.php, у меня осталось без баннера. То есть у меня сразу пойдет тренд до сезона, да, можно было бы, по идее, интернет-магазин одежда от себя убирать. Ну, ладно, я не буду сейчас с этим заморачиваться. Теперь я сейчас запущу обетестирование. Выпускаю новый тест. Обращаю внимание, здесь есть несколько готовых уже тестов, да. Ну, я сейчас запущу новый тест. Прямо так называю его тест. Какое-то описание. Длительность теста. Могу заперить на какой-то период. Ну, я сделаю дорожные остановки. Трафик на тест. Я могу какой-то определенный процент трафика, да, тех посетителей, которые будут приходить ко мне на сайт, на этот эксперимент пускать. Но я на самом деле запущу всех. Добавлю этот тест. Страница. Текущая страница. Вот она у меня будет. Индекс. Такая. Новая страница. Индекс 2 печки. Так, сохраню этот тест. Здесь параметры все настроены. Настроены. Сохраняю. И, где он у меня, вот он у меня в самом низу появился. Я его запускаю. К сожалению, К сожалению, к сожалению, так как мы с вами его только что запустили, то какие-то отчетные данные мы посмотреть не сможем, потому что у нас еще никто на эту страничку не заходил. У нас не достигнута достаточно статистическая мощность. Однако, когда этот тест пойдет, что мы здесь увидим? Ну, увидим по страничке А, да, по половине пользователей конверсию и по страничке Б тоже конверсию. Сколько оплачено заказов с конверсией и все показатели конверсии. Сколько заказов добавлено в корзину, сколько оформлено, сколько оплачено. Вот три таких показателя по каждому из этих разделов. Ну, как вы видели, достаточно просто это сделать. Поэтому совершенно смело можете тоже такую штуку себе запускать. Так, давайте посмотрю сейчас, появились ли вопросы. Ага, появились модули, да? Ну, слава богу, хоть кому-то помог сегодня уже эти модули появились, так что тоже можно с ними работать. Пульс конверсии с какой версией доступен? Вы знаете, точно не скажу, но, по-моему, то ли 15.5, то ли 16. Еще раз про копирование страниц. Ну, это же достаточно просто. Смотрите. Где у меня здесь? Safari мой. Я просто зашел в раздел «Контент», «Файлы и папки» и нашел свой индекс PHP и просто нажал сюда «Скопировать страничку». Я что хочу еще рассказать. Давайте с вами опять вернемся в раздел «Оботестирование». И я покажу вам вот такую штуку, которой обязательно надо пользоваться. Это раздел «Помощь». В зависимости от того, в каком разделе сайта вы находите, вы нажимаете сюда раздел «Помощь». И у вас появляется ссылка именно на этот инструмент, в котором вы находитесь. Мы сейчас говорим про оботестирование. Смотрите сразу. Настройки запуска тестирования, отчеты оботестировании. Вся информация из учетных курсов, которая есть. Плюс от наших партнеров, вот в данном случае от компании «Интерволга.ру», две на самом деле очень клевые статьи, в том числе по оботестированию. Эффективность интернет-рекламы и персонализация сайта. Про персонализацию, про бигдату, ну, немножечко я сегодня расскажу. Тоже можете вот здесь, например, взять и изучить. Если сами какую-то статью напишите, можете предложить тоже. Рассмотрим. Если будет на самом деле клевая статья, то уже разместим ссылочкой на вас. Так, надеюсь, ответил на этот вопрос. Едем дальше. Давайте, как шпаргалочку открою, про что мы сегодня говорим. Так, обе-тестировании посмотрели. Как сделать сайт интернет-магазин привлекательным для посетителей. Ну, поговорили, да, он должен быть адаптивным, он должен быть простым, удобным для использования. На самом деле, не обязательно изобретать велосипед и... Давайте вот так сделаем. И рисовать дизайн сначала. Многие любят там, да, чтобы уникальный дизайн был и так далее. Вот на самом деле не самый правильный подход. Потому что для тех, кто только планирует открывать интернет-магазин, им важно, в принципе, запустить вот этот свой проект, посмотреть, есть ли там деньги, идет ли клиент, можно ли на этом зарабатывать. Потому что вы можете потратить полгода и полмиллиона рублей на создание интернет-магазина, который у вас не будет продавать. Это, наверное, мало кому понравится. Гораздо проще взять какое-то готовое решение и на основании этого готового решения запуститься, попробовать. Получается отлично. Дальше развивайте свой бизнес, свой интернет-магазин. Инструменты для развития в Битриксе все есть. Пожалуйста, берете и пользуйтесь. Другое дело, что... Ну, это дешевле, это быстрее. Вот, у нас есть такой раздел, который называется Marketplace. Можете посмотреть, есть готовые интернет-магазины, ну, в принципе, наверное, по любым самым популярным сферам, которые сейчас существуют. Вот продукты питания, да, например, такой сейчас прям тренд. Вот прям реально тренд. Интернет-магазин доставки, там, продукты питания, там, интернет-магазин продуктов и товаров. Ну, то есть их куча. Смотрите, он некоторые со скидками продается. Можно здесь посидеть, посмотреть, повыбирать, ну, прям в качестве примера, да, какие-то магазины, посмотреть, как они выглядят. Даже вон онлайн-демон, например, есть. Открываете, смотрите. Ну, что, ну, замечательно. Вот красивый современный интернет-магазин. Наполняйте своими товарами, настраивайте, как вам необходимо, и пользуйтесь. Вот, поэтому обращаю ваше внимание. Ну, и помимо готовых магазинов, есть и сайты, и разные расширения функционала, и для интернет-магазинов, и прочее, 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 прочее. Так, давайте про это закончим. И так, перейдем вот сюда. Про что еще хотелось бы поговорить? Про коммуникации с пользователем. Очень, очень такая больная, животрепещущая тема сейчас. Мы все наблюдаем тренд так называемых мессенджеров. Ну, и вообще, да, у нас очень сильно увеличивается скорость общения, и меняются каналы общения и друг с другом, и в том числе с компаниями какими-то. Ну, вот смотрите, раньше мы все по телефону, да, звонили. Надо было какой-то вопрос узнать. Мы звонили в компанию или звонили там какому-то знакомому человеку, что-то спрашивали, получали какой-то ответ, ну, таким образом обменивались информацией. Потом у нас на телефонах у всех появились смс-ки. Окей, стали переписываться смс-ками. Потом, когда появился дешевый интернет, появились мессенджеры. На самом деле мессенджеры появились у нас уже давно, да, мы все помним эту историю еще со времен там ICQ, всяких джабберов, как их, IRC-чатов и так далее. Вот, когда эти мессенджеры перекочевали к нам на телефоны, все стали ими пользоваться. Ну, я уверен, что у всех у вас стоит какой-нибудь WhatsApp или Viber. Вот, и друг с другом вы общаетесь тоже в основном через WhatsApp или Viber, да. И звонки, и видеозвонки, и возможность там файлы пересылать, и смайлики, и прочее, прочее. Ну, это удобно, прикольно, здорово, и все этим пользуются. Причем ситуация, да, принимает такое развитие, что у нас операторы сотовой связи уже начинают паниковать и обещают там, ну, ходят слухи, да, что прекратить какие-то тарифы с анлимом, потому что люди не пользуются мобильной связью, а пользуются только интернетом, а операторы сотовой связи из-за этого теряют деньги. И они этим очень недовольны. Вот. Кроме всего, все стали очень активно общаться в социальных сетях. И, ну, по своему опыту знаю, если я каким-то продуктом или какой-то компанией недоволен, я у себя могу запросто написать какой-нибудь гневный пост с указанием этой компании, с ссылкой на ее профиль, либо написать какой-то рассерженный отзыв на страничке компании. Для чего это надо? Сейчас у всех крупных, средних, да и мелких компаний есть там тот человек, который занимается социальными сетями. Наверняка есть. Ну, в соцсетях сидят все. Вконтакте, Одноклассники, там, Фейсбук, Инстаграм, да. И гораздо проще достучаться до компании, если вот так на публичное вынести какое-то обсуждение, сказать, ах, вот товар вы некачественный мне продали, как же так. Вот. Гораздо больше шансов на какую-то нормальную реакцию словить, если это сделать в социальной сети, чем если вы будете писать письма в эту компанию или звонить. Вот. То есть, ну, да, можно хай такой поднимать. И люди привыкли также общаться в социальных сетях, да. Вот этот формат, ленты, комментарии, посты и так далее. Более того, в том же Инстаграме появляются уже интернет-магазины, которые, ну, по сути, не интернет-магазины, а просто странички в Инстаграме. То есть, там, выкладывают фотографии с какой-нибудь, не знаю, обычно это вот женские товары, да, всякие помады, сумки и прочее-прочее. Выкладывают фотографии и просто подпись в профиле, что для связи, пожалуйста, пишите там, опять же, в мессенджер, да, какой-то. К чему я все это веду? Вот этих каналов коммуникации много, да, социальные сети, их много, они разные. Мессенджеры, их много, они разные. Да, и, конечно, вам, как владельцу интернет-магазина, владельцу бизнеса, надо в эти каналы влезть. Но сидеть так, чтобы 10 телефонов и 5 окон открыто в браузере и в каждом из них отвечать, это не очень удобно. Мы сделали такую стуку, которая называется открытые линии. Ну, это вообще, скорее, история про Bitrix24, да, если кто не знает, я сейчас покажу, bitrix24.ru, такой вот наш сайт. Ну, что это такое? Мне очень нравится название «Виртуальный офис». Это набор инструментов, которые позволяют эффективно работать внутри вашей компании. Ну, нас, как владельцев интернет-магазинов, здесь в первую очередь заинтересуют как раз открытые линии, да, сейчас поговорим про них, разные каналы коммуникации и CRM-система. Ну, помимо прочего, здесь много разных есть инструментов. Не сегодняшняя наша тема, не буду рассказывать. Если кому интересно, каждую среду у нас проходят вебинары именно по Bitrix24. Ну, и что это такое вообще, можете прямо на этом сайте подробнее почитать, что это. Мы поговорим сейчас про именно открытые линии. Вот у меня есть такой тестовый, ну, и тестовый портал Bitrix24. Я сейчас зайду в CRM. Если кто не знает, то CRM – это такой большой электронный справочник, где мы собираем, причем делаем это автоматически, информацию о всех контактах и потенциальных контактах, а также всю историю переписки, звонков, выставления счетов, оплаты счетов по каждому нашему клиенту, по каждой компании, которая у меня есть. А вот у меня есть, например, список компаний. Вот так вот открою. Вот, разные компании там какой-то. Ну, здесь все тестовое, не удивляйтесь. Но сюда информация попадает по-всякому. И автоматически, и вручную может заноситься. И в том числе, если мы настроили какую-то интеграцию. Ну, вот, например, виджет на сайт у меня настроен, да, вот такой. Что я могу сделать? Я могу разместить этот виджет у себя на сайте. Достаточно просто. Вот здесь вот раздел «Редактировать». Я выбрал там, что он справа внизу находится. У меня будет вот такой вот код для вставки сгенерирован. Я этот код скопировал на самом деле. Вот у меня уже этот виджет есть. Почему он есть? Потому что я этот код разместил у себя на сайте в самом конце. Вот он там. Я воскликнул. Клоп. У меня там в самом-самом конце. Вот я этот код разместил. И у меня эта открытая линия здесь появилась. Что я могу здесь с этой открытой линией сделать? Я могу, во-первых, заказать обратный звонок. Написать мой номер телефона. Написать «Жду звонка». И у человека, который работает в Bitrix24, который у меня вот здесь сидит, у него вылетит окно. То, что сейчас будет звонок какому-то клиенту. То есть менеджер сидит, работает в браузере, отвечает на какой-то входящий звонок, консультирует. Либо могу написать, заполнить форму, да, в данном случае, ну, контактные данные. Например, мы оставляем контактные данные, и мы уже самостоятельно, когда у нас появляется время, свяжемся с этим клиентом. Либо можно перейти вот в такой вот онлайн-чатик. Ах, сейчас не смогу. Так, давайте вот так сделаем. Ох, как же здесь. Не подскажу. Так, давайте вот так сделаем. У меня есть другой браузер. В Chrome сейчас. Откроем эту страничку. Я, честно говоря, не помню просто, как у меня Римон Кок в сафари открывается. Так, захожу сюда, и в Chrome сейчас, да, в другом браузере, где мы не авторизованы, я дождусь. Вот у меня появилась эта штучка. Ага, я пишу. Помоги, а я уже писал здесь открытые линии. Давайте что-нибудь еще напишу. Я написал, и у меня сразу в сафари появился этот текст. Флоп, вот у меня открытая линия. Я уже общался с этим человеком в Chrome, да, и он меня уже узнал. Более того, он создал специальную запись в CRM-системе, что вот человек, анонимный гость, номер 4, пишет какие-то вопросы. Я дальше уже, когда общаюсь с этим человеком, могу выяснить какие-то вопросы и что-то ответить ему. Записать какую-то контактную информацию и дальше уже ввести его, да, там, выставлять коммерческое предложение, выставлять счет и так далее. Вот. Ну, это вкратце, что касается открытых линий. Так, давайте посмотрю сейчас ваши вопросики. Иди вот сюда. Посмотрю вопросики и сейчас на них еще поотвечаю. В чем разница между готовыми решениями, дешевые и дорогие? Ну, знаете, вот в цене разница. На самом деле, вот эти готовые решения, их делаем не мы, их делают наши партнеры. Они разрабатывают эти готовые решения и продают их вот у нас там на маркетплейсе. Ну, вот кто сколько денег хочет за это, тот столько и просит. Мы тут никак не можем контролировать. Если я не ошибаюсь, какое-то время назад было решение, кто-то из партнеров сделал, но оно скорее такое шуточное было, оно называлось, по-моему, решение для Газпрома, то ли универсальный сайт Газпрома, то ли не Газпрома, а просто для какой-то нефтегазовой компании. Да, по-моему, как раз универсальный сайт для нефтегазовой компании. И стоил он каких-то базнословных денег, там порядка двух или трех миллионов, но это скорее был, знаете, такой метод пиара для компании, которая выпустила это решение, все стали там ссылки друг другу пересылать, ну, смеяться и серии. Ну, понятно, что за два, за три миллиона никто такой универсальный сайт, наверное, не купит, да, потому что это очень дорого. Но, тем не менее, мы не можем отказать, да, чтобы размещали такой сайт. В принципе, нормально был сделан, хороший готовый шаблон. Ну, компания себя попиарила, скажем так. Почему нет? Ну, молодцы, творчески подошли к вопросу. Где найти документацию про создание своих шаблонов для Marketplace? Отличный вопрос, давайте покажу. Смотрите, наверное, не столько про Marketplace. Хотя давайте зайдем на Marketplace сейчас. У нас есть, на самом деле, целое... Так, сверну. Добавить свое решение. Вот здесь. Как добавить? Здесь все расписано. А для тех, кто планирует создавать свое решение, у нас есть вот такие онлайн-курсы. А, нет, это для пользователя курса. Сейчас, секундочку, открою. Академия 1S Bittrex. Да. У нас есть вот такие вот онлайн-курсы, видеокурсы для разработчиков. Где как раз один из курсов – это интеграция дизайна, настройки платформы. Ага. Так. Ну, на самом деле, вот эти курсы стоит пройти для того, чтобы научиться создавать свои шаблоны. Так. Смотрю дальше вопросики. Так. Есть еще бесплатные. Как вырубить правильно для старта? Ну, только вот, только пробуя, вопрос к функционалу. Они идентичны? Нет, они будут не идентичны. То есть, они будут обладать всеми возможностями платформы Bittrex, да, потому что они работают на Bittrex. Но вам лучше самостоятельно определить, какой функционал вам нужен, и посмотреть несколько решений, возможность связаться с разработчиками, озвучить им необходимый для вас функционал. Уточнить, подойдет это решение для вас или нет. Потому что, ну, в принципе, функционал, наверное, в большинстве своем идентичен, но, возможно, какие-то различия. Надо смотреть более детально. Так. Что насчет подключения CRM через CMS, новый раздел клиента? У меня ошибка Bittrex 24, коннектор OpenLineInfo. А вы знаете, только сегодня обновил Bittrex 24, коннектор. Посмотрите, возможно, это поможет. Но вообще, если такая ошибка вылезает, то это вам в техподдержку надо вопрос задавать. Должно быть... Должно быть... Ну, должно помочь там. Про открытые линии поподробнее хотелось бы. Максим, не буду рассказывать про открытые линии поподробнее, потому что есть подробный вебинар по открытым линиям. Давайте прямо покажу, где находится. Пока... Тут мне там что-то написало, что ли, уже? На сайте-то. Ну-ка, сейчас зайду, гляну. Как бороться с ботами, которые пишут в открытой линии? Не знаю, пока не подскажу. Не встречался, честно говоря, сам с ботами. Так, по открытым линиям, да. Смотрите, на сайте Bittrex 24.ru есть в самом низу раздел, называется «Вебинары». И просто, ну, недавно был. Так, сейчас будет у нас этот самый, сейчас будет по Bittrex 24 диск. Открытые линии и коммуникации с клиентами. Видеозапись 19 октября. Пожалуйста, смотрите. Вот подробнее, чем там, я вам не расскажу. Так, давайте посмотрю еще вопросики. Ватсап можно подключить или нет? Ватсап пока подключить нельзя, потому что Ватсап API не дает достаточный. Планирует ли капчу добавить в открытой линии? Андрей, не подскажу, наверное, но подниму этот вопрос. Если есть предложение по добавлению капчи, а нет, уже, подождите. Что-то я запутал, вставайте взгляну. Так. Где-то, 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 где-то точно была капча. Нет, при настройке в онлайн-чата. Ну-ка, давайте посмотрим сейчас. Давайте сейчас посмотрим. Я почему-то был уверен, что есть капчи. Не подскажу. Вы знаете, посмотрю, спрошу и давайте напишу по почте, отвечу. Так, что дальше? Про что хочется посмотреть вопросы ваши. Вот, по-моему, в сером форме как раз есть капчи. Давайте посмотрим. Так, давайте посмотрим. нет похоже нет ну знаете уточню вот не помню да интересно по поводу капчи наверно стоит такую чтобы делать подниму вопрос обязательно кто спрашивал по капчи отвечу так едем дальше да андрей я понял по капчи отвечу обязательно так что еще хотелось так ну в принципе вопросов нет просили у меня показывать а вот пульс конверсии лесного на основе какого счетчика и только для магазинов и для других платформ пульс конверсии только для интернет магазинов на основе в смысле какого еще на нашей на основе нашей встроенной веб-аналитики то есть не яндексовской не гугловской так 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 кто-то у меня в самом начале просили что-то показать создание товаров с ку давайте сейчас быстренько пройдем вообще есть ну как бы клевая штука такая которая называется генератор торговых предложений давайте сейчас зайду в товара магазин одежда списка товаров меня вот тут создать товар с торговыми предложениями как-то делаю да и что название товаров там например но не знаю рубашка ничего это пока не буду заполнять да покажу именно торговые предложения генерировать торговые предложения это название у нас автоматически подставляться на даже вот так может сделать так сейчас указываем там параметры указываем единицы измерения и указываем свойства которые у нас уже заведены заранее да ну например цвет размер обуви нас не интересует потому что у нас в рубашке вряд ли будет размеровые указываем размеры одежды какие у нас есть но эти справочники все заранее заводятся прикрепляем если необходимо изображение да там для всех фиолетовых для всех размеров одежды или для какого-то отдельного одежда указываем файл так далее я без света сейчас делать потому что у меня картинка трубашки нет конечно вот и жду генерировать все у меня появилась к сразу эти самые все товары которые необходимы все товары которые нужны ну то есть вот вот так подробнее в хелпе можно прочитать про генератор торговых предложений на самом деле кучу времени позволяет экономить так я наверное буду пока закругляться если остались какие то вопросы вы обязательно пишите а я же я здесь на связи постараюсь параллельно на них отвечать я же пока передаю слово кириллу кирилл делаю презентером так кирилл должно быть слышно и надо нажать на экранчик чтобы было еще и видно там зелененький микрофон и под ним две кнопочки так кирилл слышно но надо нажать еще экран чтобы пока не видно на объем кирилл лазицкий скрин написано но почему-то ничего не видит возможно лучше всего может быть спросить у наших слушателей а напишите пожалуйста видно ли экран кирилла или написано на белом фоне новый уровень работы с клиентами и все я сейчас открою так ну как кирилл пока ты в разделе questions видишь что люди все пишут на вижу что угодно не видно нет изображение не только белый экран так сейчас тогда одну секундочку попробуем настроить кирилл что-то получается там два значка один с камерой такой нарисован 2 с мониторчиком я его не видно видно голубенький экран скорее всего вот теперь видно браузер замечательно отлично можно расписаться я тогда себя пока отключаю свой микрофон и буду тоже слушать всем еще раз привет меня зовут кирилл я являюсь руководителем в студии skyweb24 мы занимаемся разработкой и поддержкой сайтов на данные cms 1с битрикс также занимаемся разработкой модулей для marketplace всего настоящий момент мы разработали 4 модуля все они нацелены на интернет магазин если точнее то на увеличение продаж сегодня я расскажу вам про наш модуль статистика продаж презентацию сейчас запишу видно презентацию да 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 видно так немного истории началось все с того что один из клиентов просил разработать для его интернет магазина функционал статистики после успешного выполнения задачи мы подумали почему бы нам данное решение не выложить marketplace для всех клиентов один из битрикс так получилось середине 2015 мы выложили наш модуль marketplace сырой с малым функционалом все равно представляющий интерес для потенциальных клиентов в начале был доступен только табличный вид и ничего более сейчас статистика продаж имеет уже третью версию и имеет богатый функционал буквально вчера у нас состоялся релиз третьей версии функционал который мы добавили я постепенно в ходе вебинара расскажу сейчас модуль умеет формировать отчеты по продажам в виде таблиц в виде графиков отображать заказы на интерактивной карте показывать рейтинги покупателей товаров служб доставок способов оплаты тема доклада сегодня будет посвящена почему нужно анализировать продажи интернет-магазина зачем это вообще нужно как узнать динамику продаж вашего интернет-магазина и как отследить характеристики заказов с помощью рейтингов нашего модуля и так поехали почему нужно анализировать продажи интернет-магазина все знают что сфера и коммерс стремительно развивается количество интернет-магазинов растет многие проекты не выдерживают конкуренции исходят с дистанции анализ продаж является одной из важных составляющих ведения современного бизнеса для руководителя компании анализ продаж позволяет оперативно получить информацию о результатах работы и эффективности принятия того или иного решения как в этом поможет наш модуль вы можете сходу назвать средний чек вашего интернет-магазина либо число отмененных заказов возможно число брошенных корзин наш модуль подскажет вам эту информацию вся важная информация по работе вашего интернет-магазина структурирована и отображена в виде информативных блоков на главной странице модуля а также мы сделали удобный гаджет для рабочего стола админки вашего сайта чтобы полезная информация всегда была перед глазами я сейчас покажу немножко слайдов потом открою демо сайт где все это покажу в живую в режиме реального времени из чего состоит и чего состоят отчеты по продаже нашего модуля там есть общий отчет годовой отчет выборочный отчет эти отчеты имеют два вида отображения табличный вариант с возможностью сортировки данных и сохранение в excel для дальнейшего использования и в виде отображения диаграмм и график также есть интерактивная карта позволяющая сформировать все заказы на интерактивную карту яндекса получается очень визуально классно давайте продемонстрирую это тестовый сайт вот я как говорил есть гаджет на котором показана вся важная информация структурированная общее число заказов на какую стоимость средний чек число отмененных заказов брошенных корзин если мы жмем подробнее попадаем как раз таки на главную страницу модуля где у нас эти блоки дублируются вот здесь вот и все можно посмотреть если мы видим общее число заказов кликаем попадаем на конверсию битрикса там уже можно посмотреть все более детально общая стоимость средний чек посчитанный число отмененных заказов на какую сумму ваши заказы были отменены и число брошенных корзин на какую сумму так же вот так выглядит общий общий отчет он разнесен на несколько таблиц таблица за все время за сегодня вчера текущую неделю текущий месяц такие основные таблицы все таблицы можно они строятся на основе ваших статусов заказов которые используются в вашем интернет магазине отображается число заказов в этих статусах сколько было позиций товаров сколько всего товаров на какую сумму и средний чек по всем этим позициям можно сортировать таблицы можно сохранить в excel именно в том виде как вы сортировали таблицу годовой отчет годовой отчет тоже очень часто используемый вид отчета пусть можем посмотреть отчет за 2015 год какие были продажи лучше за 16 тут у нас больше на тестовом сайте также можно сортировать значения чтобы посмотреть какой месяц у нас был наиболее хороший по заказам например или на какую сумму месяц больше продавал и все это можно посмотреть в виде графиков так же на график выводится все значения со своей шкалой мы можем отключить ненужные нам примеру мы оставим средняя цена заказа и количество товаров кликаем на какие нам не нужны остаются только нужны и смотрим количество товаров средняя цена заказа в общем отчете еще забыл показать тоже естественно из графики здесь в виде диаграмма не реализовано показывается вот за за все время отчет все кликается можно отключить ненужный нам статус и допустим тестовый статус нам не нужен мы можем отключить он строится и скроется диаграмма перестроится выборочный отчет для более детального просмотра какой-то информации можно использовать выборочный отчет здесь у нас реализована линейка быстрого доступа допустим нам нужен месяц детализация будет ежедневная статусы смотрим выполнены и строится вот такой отчет показывает какой период использован сколько было заказов и вся остальная информация таблица также сортируется также сохраняется в excel и также можно посмотреть ее в виде графиков отключить ненужную информацию если она мешает карта продаж карту продаж я наверно сейчас покажу на сайте одного из наших клиентов там она будет выглядеть более богато что у нас заказы все от двух пользователей были на карте продаж также есть фильтрация можно выбрать какой-то интервал времени отсортировать по статусам по рейтингам о рейтингах расскажу чуть чуть позже вот все заказы отображаются на карте то есть используется кластеризация близлежащие заказы при большом масштабе объединяются в один показывается сколько там заказов все кликабельно на все можно нажать в номере заказа открывается вся нужная информация по этому заказу и можно перейти непосредственно к заказу если приближаем кластеризация уменьшается заказы начинают переходить другие точки вот так вот выглядит это на фоне города то есть вот видно что весь город усеян точками заказа опять же можно все кликнуть посмотреть можно углубиться полностью до района посмотреть как у нас продажи идут конкретно в каком-то районе кто там заказывает куда точно так же все кликнуть посмотреть как отследить характеристики заказов интернет-магазина давайте для начала разберем что такое характеристики заказов в нашем понимании в нашем понимании это вся информация о заказе например такая информация как покупатель товар служба оплаты служба доставки это все является характеристикой для чего они нужны и зачем их анализировать приведу несколько примеров например вы знаете пользователей которые покупают у вас больше всего товаров или на большую сумму за какой-то период времени к примеру за месяц за квартал за год как вы отслеживаете самые продаваемые товары опять же за такие же периоды какая служба доставки наиболее популярна в вашем интернет-магазине на все это может ответить наш модуль давайте посмотрим вживую к примеру рейтинг покупателей мы хотим посмотреть за квартал 10 лучших покупателей у которых статус заказа выполнен формируем отчет получаем что на первом месте такой-то пользователь такое-то число заказов там было такое-то число позиций на такую-то сумму можем сортировать допустим по позициям посмотреть кто больше всего по позициям заказал рейтинг перестраивается по сумме то же самое посмотрим кто больше всего по сумме также данный отчет можно сохранить в Excel его можно посмотреть в виде графиков отключить к примеру вот у нас есть менеджер можем отключить менеджера чтобы его не показывать диаграмма перестроится и посмотрим всех остальных и также можно посмотреть на карте как распределялись эти заказы на карте среди пользователей можно показать вот такую вещь за все время со статусом выполнен рейтинг по покупателям сформируем тут мы буквально сегодня этот функционал выпустили и еще тестируем пока в бете он также можем посмотреть рейтинг товаров вот к примеру возьмем период квартал 20 товаров в статусе выполнен сформируем сформируется отчет видим 20 наших самых продаваемых товаров по количеству продаж по сумме также можем посмотреть это в виде диаграммы убрав какие то товары не нужные нам и также их можно посмотреть на карте рейтинг платежных систем то же самое возьмем пример за все время статус заказа выполнен формируем видим что больше всего заказов у нас выбрано было на личный курьеру в виде диаграммы это очень хорошо видно службы доставки то же самое можем взять примерно за месяц статус принят сформировать видим результаты все сортируется сохраняется в виде графиков отображается ненужная информация скрывается график перестраивается также у нас есть функционал статистика наших остальных модулей если их нет здесь выведена кнопка попробовать бесплатно все наши модули доступны бесплатно на пять дней в режиме тестирования в режиме демо доступа можете их скачать с маркетплейса попробовать посмотреть здесь появится статистика по этим модулям выглядит она примерно вот так вот у нас на демо сайте все эти модули естественно установлены по каждому модулю собирается своя статистика сколько это стоит до 27 ноября на все наши модули действует скидка 40 процентов цены указаны ниже то есть сейчас статистику продаж можно купить всего лишь за 3000 рублей все остальные также со скидкой спасибо за внимание если есть вопросы давайте я сейчас почитаю постараюсь ответить на них нет ограничений по тестовой версии никаких нет в течение пяти дней вы получаете полный функционал можете его использовать как угодно потом купить версию просто активировать ключ где находится этот модуль сюда можно ссылку скидывать скину ссылку можно смотри заходит скинуть а можно прямо маркетплейсе показать вам как находится да все модули находятся у нас маркетплейсе можно написать так статистика вот он появляется наш модуль статистика продаж здесь можно попробовать пять дней либо купить посмотреть скриншот где все так же рассказано есть видео можно посмотреть видео как это все работает правда видео показ версии 2.2 вот выпустили версию 3.0 вчера скорее всего новое видео появится на завтра вроде больше вопросов не было спасибо большое за доклад а вот нет все больше нет если ограничения где находится все ответили все спасибо за доклад тогда на всем спасибо участникам вебинара кому на почту пообещал ответить сегодня отвечу по поводу капчи так кирилл все спасибо до свидания отключаю и выключаю заканчиваю наш вебинар вебинар что выключил вебинар не не это это не